Всех вас, дорогие владыки, преосвященные, высокопреосвященные отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником, с великим четвергом. Этот день в середине Страстной Седмицы мы именуем великим праздником. И он действительно является таковым наравне с двунадесятыми праздниками, потому что воспоминание о событии, которое легло в основу этого празднования, это воспоминание живет особым образом в Церкви. Многое, что приходит к нам из прошлого, содержится в летописях, в книгах. И открывая таковые книги, мы можем узнать нечто о том, что было до нас, что было в прошлом, даже в далеком прошлом. Это возбуждает наше воображение. Мы стараемся представить себе этих древних героев, вождей, полководцев, императоров, князей. Вот такое воспоминание, которое порождается чтением, осуществляется в нашем сознании, в нашей памяти, осуществляется в том числе и нашим воображением. Господь Иисус Христос, совершив тайную вечерю, сказал своим ученикам, «Сие творите в мое воспоминание». И когда вы будете вкушать хлеб сей и пить от чаши сей, то вы смерть мою будете возвещать до тех пор, пока я не приду. И совершенно очевидно, что воспоминание о тайной вечере – это не то воспоминание, которым мы связываем себя с прошлым. если совершается нечто до скончания века, то это уже не воспоминание. Это некая связь с той реальностью, которая была тогда, когда Христос произнес эти слова. И действительно, из слов Священного Писания, из Великой Святоотеческой традиции, мы знаем, что воспоминание, которое творит Святая Церковь, совершая святую харистию, подобно Господу и Спасителю, освящая хлеб и вино, присуществляя их в истинное тело и кровь Спасителя, есть не то ментальное воспоминание на уровне разума, сознания, памяти. В этом действии присутствует Дух Святой. И Он непостижимым для нас образом людей 21 века, соединяющихся в храме вокруг своего епископа или священника и совершая вместе с ним святую харистию, Он, Дух Святой, вводит соприкосновение с той тайной вечерью, которую совершил Господь. И находясь в храме и будучи отделены временем и пространством, от той тайной вечери мы силой Святаго Духа становимся не зрителями, не вспоминающими ли только сознанием своим, но реальными соучастниками той тайной вечери, которую Господь совершил с учениками своими. Вот почему таинство воспоминания о тайной вечере, таинство Святой Евхаристии мы именуем Таинством Церкви. Не сегодня появилось это определение, оно появилось в святоотеческой древности, потому что Церковь призвана все то, что совершил Господь Иисус Христос, не силой человеческой, а силой Духа Святаго актуализировать, делать достоянием каждого последующего поколения людей. И как апостолы мы сегодня с вами были на тайной вечере, оставаясь здесь в этом храме, отделенной от тайной вечери двумя тысячами годами, силой Святаго Духа мы совершали то, что совершил Господь Иисус Христов, Христос, учредив Таинство Святой Евхаристии. А почему Святой Симеон Новый Богослов и вслед него многие другие учителя Церкви именуют Евхаристию Таинством Церкви? Да потому что Церковь есть тело Христово по слову апостола и она являет себя как тело Христово совершая Таинство Евхаристии. Мы Церковь, когда мы вместе молимся и когда мы совершаем Таинство Тела и Крови Христовой, когда мы от единой чаши и от единого хлеба причащаемся подлинного тела и подлинной Крови Христовой. И в этот момент происходит нечто опять-таки непонятное человеческому уму. Причащаясь от единого хлеба и чаши, мы входим друг с другом во единого духа причастия. Мы входим во единство, нерасторжимое человеческими узами. Именно здесь божественное обоснование единства Церкви, именно из этого факта проистекает осуждение всяких расколов, ересей, которые разделяют эту священную евхаристическую трапезу, отрывая от нее людей. Тот, кто разделяет тело Христова, тот разрушает святую Евхаристию, тот идет против Бога, против Его заповеди, против всего того, что запечатлено мудростью святых отцов и кровью мучеников, против единства Церкви Христовой. Поэтому сегодняшний праздник установления Святой Евхаристии есть праздник Церкви, праздник евхаристической молящейся общины, праздник нашего нерасторжимого единства. И никому не дано этого единства поколебать. Конечно, соблазны века сего, ложь, клевета, сомнения, которые сеются врагом рода человеческого, могут кого-то оторвать от этой благодатной общины веры. не повреждая, не могущему быть поврежденному единству Церкви Христовой. Именно из этого протекает, проистекает учение Церкви о том, что всякое разделение наносит непоправимый духовный ущерб, является несмываемым грехом для того, кто вступает на путь разделения. Но каким бы ни было по масштабу это разделение, будь то сотни или даже тысячи людей или единицы, никакое разделение не способно разрушить единую святую соборную и апостольскую Церковь, которая будет до скончания века, ибо по обетованию Спасителя врата ада не одолеют ю. Пусть сегодняшний день осознанное духовное переживание Таинства Святой Евхаристии, Таинства нашего участия в жизни, страданиях, смерти, воскресения Спасителя Таинства нашего участия в его последней вечере с апостолами укрепит каждого в вере, в единомыслие, в твердости, непоколебимой, следуя за Христом, сохранять все то, что Он передал нам, все то, что Духом Святым укоренено в жизни Церкви и в сознании верных, сохраняя единство Духа в союзе мира. Аминь. С Великим Четвергом поздравляю вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...